Да, я жив. Это приятно. Привет из Пинска. Пинск, привет. Сегодня, друзья, не самая обычная ночь. Немногие знают про меня, что я кроме того, что являюсь талантливым рэпером, также любитель, популярный сочинитель анекдотов про Чупчу. И вот как бы на досуге. И вот есть сайты, например, юморнет.ру. Там я зависаю с ребятами. Все в нашей компании Antichype любят тоже анекдоты про Чупчу. И пишем какие-то анекдоты, когда они попадают на главную. Очень приятно. И вот сегодня я бы хотел рассказать вам топ-10 моих любимых анекдотов про Чупчу. И я надеюсь, мы хорошо пройдем время и посмеемся. Итак, номер 10. Анекдот про Чупчу номер 10. У Чупчи спрашивают. Чья космонавтика самая лучшая в мире? НАСА. Гордо ответил Чупча. Ну что, ребят, шмите нам смайлик какой-нибудь. Ну вот шмайлик. Если вам анекдот понравился, шлите нам шмайлик. Блин, 9 анекдот жуткий. Так, Сань, ну не читай анекдоты до того, как я их прочитаю. Ну так неинтересно. Все, пыльные очки. Все, спокойно. Итак, 9 место. 9 место. Чупчу спрашивают. Ты крыса или свин? Свин, отвечает Чупча. А почему? Свин мужского рода. Сексизм это плохо. Да, видите, даже Чупча не чужит. Сексизм. Старый добрый сексизм. Шлите ладонь, если вам понравился этот сексистский бородатый анекдот. Шлите недовольный смайл, если вам не понравился сексистский бородатый анекдот. Победим. Так победим. Стикер война продолжается. Это было 9 место. Так, Финовой пишет. Блин, ну хуй знает, это не очень. Даже Финовой это понимает, друзья. Даже Финовой это понимает. И вот эти вот подлизы все, да? Ладно, давайте, ребята, забудем этот старый добрый сексизм и перейдем уже в светлое будущее, где нет сексизма. Но есть анекдот про Чупчу, занявший 8 место. Однажды приходит беременная Чупча ко врачу. Релон, теперь среки. Так, тише. Однажды приходит беременная Чупча ко врачу. Доктор, живот раздуло. Да ты ж беременна. Чего? Три двоечки. Блин. Это неплохой анекдот уже. Это только начало анекдотов, он уже два раза разъебает. Однажды приходит беременная Чупча ко врачу. Доктор, живот раздуло. Да ты ж беременна. Однако быть не может. Муж в тайге. А ты, наверное, с другими мужчинами спала. С мужчинами нет. С геологом спала. Так ведь он предохранялся. А как? Однако тряпку мне на морду кидал. Что? Что? Ой, светлое будущее без сексизма. Что это за? Я просто в шоке. Блядь, охуеть, анекдот. Что это такое вообще? Что это такое вообще? Что это такое вообще? Блядь, это просто сцена унижения беременной Чупчи. Какой-то кошмар. Ой, это просто ужасно. Ой, ребят, это восьмое место. Блин, Слава, это уже зашло слишком далеко. Так, тише, тише, это только восьмое место, ты уже все сдаешь за нее. Давайте, ребята, ну, оцените этот анекдот, блядь. Не надо все, давайте просто забудем о нем. Пришлите какой-нибудь смайл, который выражает ваши эмоции, чувства. Может быть, это отвращение, может быть, горделивый смех. Я не знаю. Ребята, присылайте свои смайлы. Первое место еще не скоро. Сейчас мы только восьмое прочитали. Читаем седьмое. Седьмое место. Анекдоты про Чупчу. Идет Чупча по пустыне. Видит записку. Прокопает три метра клад. Ну, прокопал. А там еще записка. Прокопает еще пять метров клад. Ну, прокопать надо? Прокопал. Еще два метра копать надо. Прокопал еще два метра. А там сундук. Мучился час. Открыл. Открыл. Там только записка. Китайский шутка. Теперь попробуй вылези. Блин, китайцы поработят нас. Я вот к чему веду. Ну, что-то я бы не поставил. Антоник тут так высоко в рейтинге. Седьмое место для него многовато. На 20 лайков как никто. На 20 лайков это я думаю от китайцев. Типа, ой, че-че, обманули опять довольные, блядь. Ладно. Давайте перейдем к шестому месту раз. Это так. Не, ну он ор, пишет лол. То есть, многим понравилось. Ну ладно. Ладно, ребят, если мы вас повеселили, то тоже уже, да, достигнута какая-то цель нашего эфира. Итак, давайте перейдем к шестому месту. Однажды вернулся Чук час охоты. Жена ему и говорит. Что ты хочешь? Однако есть хочу. Она его накормила. Что еще хочешь? Однако пить хочу. Она его напоила. Что еще хочешь? Однако спать с тобой хочу. Переспали. Что еще хочешь? Однако лыжи снять хочу. Все это время он был в лыжах. Ну, это классический юмористический прием. Он должен был быть в рейтинге, потому что это как классика юмора. Каждый должен знать шутки вот эти. Про лыжи Чук читают. Да, или когда ты думаешь, что это брундук едет за рулем. А оказывается, что это какая-то ватрушка китайская. Или просто сено. Так, ну что, друзья, перейдем к пятому месту. Открывается пятерка. Очень таким объемистым анекдотом. Ну, надеемся, он будет смешнее, да, чем предыдущий. Давайте. Получил Чукча зимой трехкомнатную квартиру. Приходит к нему в гости на новоселье. Показывает Чукча им квартиру. Заходит в первую комнату. Там окна раскрыты. Ветер ледяной дует. Снег на полу лежит. Здесь у меня тундра, говорит Чукча. Заводит во вторую комнату. Та же картина. И здесь у меня тундра. Заходит в третью комнату. Окна, Настя, шметель, сугробы по пояс. Здесь у меня тоже тундра. А где же ты живешь, спрашивают гости. Заводит Чукча их в туалет. Там олени и тюлени шкуры на стенах висят. Тепло, уютно. А здесь у меня я ранга. А куда же ты в туалет ходишь? Как куда? В тундру. Подели, он прям в комнатах у себя серит, блядь. Тупой Чукча. Санх, я сливаешь. Как обычно, когда только дошли до самой мякотки. Четвертое место, друзья. На, ну подождите. Присылайте свой смайл. Нескучный смайл. Присылайте в чат нескучный смайл, если этот анекдот показался вам убедительным. Как безнрукий мальчик, стоящий на инвалидных ногах. Блин, откуда это? Вы вспомнили, откуда это? Нет? Так. Так, ребята, ну что? Да, анекдот вам понравился. Я гляжу много улыбающихся смайликов. Арища пишут. Арища, да. Определенно. Не за слова. Много людей смеются. Очень рад я, что этот анекдот вам доставил, друзья мои. Мы переходим к четвертому месту. Это до тройки. До тройки. Вот. Одно место не добрался. До бронзовой медали. Этот анекдот. Ну, и я рад вам его представить. Купил чукча первый раз баночку растворимого кофе. Читает. Положите одну чайную ложку кофе. Берет и кладет в рот. Добавьте по вкусу сахар. Берет две ложки сахара и кладет в рот. Залейте кипятком и хорошенько перемешайте. Набирает в рот воды и начинает прыгать. Приятного аппетита. Глотает смесь, усмехаясь, говорит. Ха, придумаю, Джеймп. Блядь, это хороший анекдот. Блядь. Да, это хороший анекдот, друзья. Ну, четвертое место. Почти бронзовый, конечно. Ну, посмотрим, кто же вырвался в топы. Топ-3. Хо, ну, сейчас ребята отсмеются в чате. А то я вижу много смеющихся смайликов. Даже слезки у некоторых у глаз уже выступили. Я вижу, у вас выступили слезки. Ну, вы отсмеетесь хорошенько. Когда смеетесь, лучше всего придерживать свое пузо, чтобы не обрыгаться. Так, поехали, друзья. Откроем тройку призеров. И бронзу сегодня получает следующий замечательный анекдот. Давайте послушаем. Северный полюс. Большая льдина. Встречаются русские, американцы, чукча. Сели, развели костер, выпили, закусили. Ну, и, само собой, время поговорить. Американцы. Вот у нас морозы. Выйдешь зимой отлить, так струя прямо на ходу застывает. О, русские. А у нас выйдешь зимой воды набрать, опустишь ведро в колодец. Вытаскиваешь, просто шапка льда, чукча. А у нас зимой выходишь из юрты. Слово скажешь, замерзает и падает. А вот весной такой пиздеж начинается. Ладно, эта шутка была настолько смешной, что мы сейчас не будем надеюсь смеяться, а как-нибудь, когда будут грустные времена какие-то, вспомним эту шутку и посмеемся над ней. Но бронзу она получает заслуженно, я думаю. Думаю, да. И давайте тогда посмеемся над серебром. Спрашивают у чукчи. Почему ты ходишь в такой грязной одежде? Ты же недавно приобрел стиральную машину. Чукча не может. У чукча голова кружится. Нормально. Да. Нормально. О, нормально. Ты еще сам залазил и кружится. О, глупый чукча не может раздеться. Ребята, я раньше, до того, как я анекдот почитал, даже не думал, что чукчи настолько глупые. Настолько глупые люди. Я думал, чукчи это такой же человек, как мы сие. Если им дать образование, то они могут добиться любых высот. Но теперь я понимаю, что они просто очень глупые. Зачем они залазят в стиральной машины и вытворяют все эти штуки с ананасами? Ну ладно, ребят. Это все. Лирическое отступление. Мы здесь собрались все-таки, чтобы почитать анекдоты. И вы наверняка уже в нетерпении. Вам хочется узнать, какой анекдот про чукчу оказался самым смешным в этом миллениуме. В этом тысячелетии. Анекдот про две чукчи сразу. Две чукчи идут по берегу Белого моря. Один. Вау, я нашел 10 баксов. Молодец. Дурак, зачем ты их выбросил? Подделка. Почему? Ну где ты видел десятку с двумя нулями? Давай, все. Хороший анекдот. Всем доброго утра. ПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПРОПР